Если честно, я зашёл в игру только ради музыки, а не ради того, чтобы умереть. Музыка тихая. Спасибо. Так вот, сегодня мы будем с вами играть в I-Ringed City, или Закольцованный Град. Делосник Dark Souls 3, которая вышла сегодня. Я же мог поиграть, в принципе, ещё уже вчера, но я такой решил Walking Dead, Dark Souls... И Walking Dead, конечно же, Dark Souls подождёт, и он подождал. Вот, давайте попробуем. Чёрт, давайте, я, в принципе, не играл в Dark Souls, я ХЗС сколько даже. С тех пор, как, конечно, Заварен Дель вышел. И мне понравилось, очень классное дополнение, вообще люблю эту игру. Многие люди Dark Souls 3 не понимают, потому что, типа, сложно, надо напрягаться, боссы не проходятся с двух тычек, как в Скайриме, например, и сразу фу-фу-фу, неинтересно, что же, я не из таких. Чем сложнее, тем, мать его, лучше. Если что, сразу я объясню это. Я знаю, что люди будут писать это под другими сериями, напишут это здесь, и скажут, какого хрена у тебя полоску здоровья больше, чем мой член и так далее. Так вот, хммм, почему так? Я играл на Xbox One, которого у меня сейчас нету. На PS4 у меня игры не было, а даже если бы я её купил, мне пришлось её перепроходить. А на это у меня, к сожалению, нет времени. Поэтому я решил сделать так. Во-первых, это моя броня, то есть, это моё снаряжение. Я, в принципе, ходил всегда с таким снаряжением ещё с тех времен, когда я играл. Мы играем на ПК, на максимальной графике, чтобы наслаждаться текстурисами, вообще всем, что в игре есть. И я здесь, понимаете, я скачал сейв. То есть, я скачал сайты, играл на трусейв. Поэтому я немножечко здесь ОП. Ну, самое малое. Надо только показать ещё, насколько я ОП. На самом деле, я 827 уровень, к сожалению. Кто-то скажет, это же дофига, это читерство. Я скажу, нет, потому что Dark Souls, каким бы ты прокачанным ни был, адаптируется к этому. И, по сути, любая прокачка нивелируется тем, что боссы тупо сильнее. И боссы, и другие персонажи просто дамажат тебя сильнее. И, по сути, прокачка не меняет что-то кардинально. Это так, к слову. То есть, в принципе, вот такое вот. Давайте перейдём к делу. Есть два способа войти в дополнение. Играть я буду на контроллере, потому что, чёрт возьми, чёрт возьми, в Dark Souls надо играть на контроллере. Есть люди, которые орут? Клава, Клава, я не понимаю. То есть, чёрт возьми. Но если ты хочешь себя насиловать, пожалуйста. Я знаю, что можно войти через Ashes of Alien Dell, Сестра Фрид. Да, через Сестру Фриду можно, насколько я помню, войти в дополнение. Новое. Надеюсь, не ошибусь. И, кстати, есть ссылка на канал моего хорошего знакомого в описании. У него свой стиль комментирования. Так что, если вам интересно, можете зайти. Он играет сейчас в Dishonored 2. И его канал сложно аккортизовать. Знаете, он один из тех людей, которых трудно потерять и невозможно забыть. То есть, вы заходите на моего канала, вы просто сразу поглощены всем, что там происходит. Он сейчас играет Dishonored. У него такой свой незатейливый стиль. Он делает всё немного по-своему. Вы зайдёте и сразу всё поймёте. Ссылка в описании, заходите. Отправиться к груди от бросов. Окей. То есть, вот где находится один из входов в дополнение. Второй находится там, где... Если у вас нет этого дополнения, то второй вход находится там, где мы дерёмся с последним боссом игры. Не помню, как он называется. Но там, где костёр надо зажигать финальный. Я же проходил Dark Souls, ну, основную сюжетную линию, год назад. Серьёзно, год уже прошёл. Сложно в это поверить. Как будто игра вышла вчера. Ах, мой любимый костюмчик. Как же я ждал, как же я ждал. Моменты, когда я смогу поиграть в Dark Souls. Наоборот, мне нравится, что не надо качаться. Я люблю отдаваться игре полностью, вместо того, чтобы тратить время на всякие такой... Решаться? Это навек на то, что мне нужно стягануть вниз. И дух такой, типа... Туды! Хорошо. Минутку. Одну минуту. Уголь. Отлично. Ха, так, уголь у нас, по-моему, уже горит. И вот мы можем чёрно-огненные бомбы, золотая смолата или смонокотника, витой меч. У меня всё в порядке с снаряжением и 15 эстусов. Есть также магия, но магия для... Я не буду пользоваться магией, потому что я не люблю магии. А знаешь, что с магией играть это немножко по-читерски. В Dark Souls магия это просто способ пройти игру, даже не вспотев. Может быть, кто-то будет спорить, неважно. Я любитель меча и щита, а старый добрый меч и шит. Посмотрим. Эх! Ещё даже больно не было. Снег смягчил падение. Давайте пойдём осмотримся здесь. Просто я по колено в снегу, так задуманно, так должно быть. Ууу, люблю я свой плащ, он так классно тлеет. Если, кстати, не быть угольком, то плащ тлеет не тлеет. Уууу, это что, брат? Ууу, чёрт, ребята. Он похож на тварь из... Из... Как называлась-то та игра? Чёрт, ни хрена, откуда? Кто-то сбоку. Решил долбануть. Так, это применитес. Чёрт, совсем забыл, как играть. Ладно, сейчас вспомним. Впрочем, фу. Ах ты, не успел заблокировать, не увидел. Вот сейчас, скорее всего, мне влетит, и нужно кувырнуться. Ах ты, сучий потрох. Ах ты, мразь. Да откуда вы берётесь? Ах ты, вот ты где, видите? Не помог мне мой уровень. Чёрт, сын мой. Палёк. Я не играл в Dark Souls полгода, ладно? Мне простительно лечь. Это первый и последний раз. Я просто вспоминал, как это работает. Я хотел ощутить себя смертью. И это моё снаряжение. Топор Элеонора. Это топор персонажа из The Walking Dead. Помните девушку? Фател Преследователя. Прозапас. Щит Солнца. Шлем Морна. Доспех Легионы Нежити. Наруч и по ноже. Всё, Легионы Нежити. Вот это, это, это. И это, можете прочитать. И это, 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 это. Всё. Это моё снаряжение. Меня в прошлый раз, когда я играл, просили показать. Я показал. Не за что. Пойдём играть. О, чёрт возьми. Ладно, этого я убил. Разберёмся с остальными ползунами. Они очень похожи на засранцев из Bloodborne. На самом деле, Bloodborne мне больше нравится, чем Dark Souls. Многие говорят, что Bloodborne сложнее Dark Souls, с чем я абсолютно не согласен. Но на самом деле, тут всё зависит от того, к какой динамике игры ты привык. Потому что есть люди, которые предпочитают более медленный стиль игры. И им обычно немножко легче даётся Dark Souls. Есть те, кто предпочитают быструю динамику. Потому что тут вся суть в том, чтобы прочувствовать игру. И кто-то лучше чувствует немножко более быстрый стиль игры. Я пока не буду экономить Эстусу, так как я, скажем так, ещё привыкаю к управлению. Потому что, чтобы привык к управлению, мало просто сесть и поиграть специально. Нужно именно сесть вот так с целью. На самом деле, так вот искусственно сесть, потренироваться в Dark Souls довольно тяжело. Поэтому я решил сделать всё вместе с вами. Давайте насладимся. Так, тут больше ничего нет. Очень классный дизайн, мне нравится. Ну, как будто Змей Горыныч помер. Бывает. Сзади, конечно, плосковат. Но, в общем и целом, выглядит сочно и интересно. Идея игры вообще в том, что здесь мы идём по вот этому городу, который образовал себя кольцо. И, по сути, вот это DLC, оно должно закончить весь Dark Souls и ознаменовать то, что окей, всё закончилось. Давайте используем уголь. Всё, уголь остановил. Постой. Это первый босс? Чёрт возьми. Боже, он похож на засранца из первой части. Блядь. Я хотел на него сверху прыгнуть. А, впрочем, что мне мешает. Да, блин, ну почему? Ах, сука. Отвали. Я могу иногда издавать странные звуки, ребят. Я предупреждаю, Dark Souls это нормально. Иди сюда. Иди сюда. Я знаю главный секрет Dark Souls. Перекарт. Ох ты, чёрт, какой ты жир. Он как бабки из начала игры. Ты где ты? О, здорово. Чёрт, придавил меня своей жопой. Пидор! Отойди. Немножечко поцарапали. Не больно. Да б... Никак не могу привыкнуть к игре. То есть, я просто её не чувствую в данный момент. У меня такое ощущение, что я варёный в какой-то больнице лежу. А игра происходит в какой-то параллельной вселенной, типа во сне. Иди сюда. У меня с внослиностью проблемы. Соседи, пожалуйста, не вызывайте полицию. Я не сошёл с ума. Это Dark Souls, чёрт. Тайминги, тайминги. Я никак не привыкну к игре. Так тяжело. Знаете, давно не играл, вообще не могу привыкнуть. То есть, абсолютно странное ощущение. То есть, ты понимаешь, что происходит. Понимаешь, что нужно делать, потому что, чёрт возьми, нарезал 80 часов в игре. Что абсолютно немного, я уверен, фанаты нарезают по 500. Но, чёрт, я просто не чувствую. Я просто не ощущаю игру сейчас. Мне нужно время. То есть, я как будто бы... Ещё не совсем здесь, понимаете? Как будто ты спишь. Аквамариновый кинжал? Что это? А, не туда? Аквамариновый кинжал. Длинный лук после вчера. Изысканный кинжал. Изысканный. А, я хочу аквамариновый посмотреть. Где? Поэтому, кстати, проблем на игре очень много вещей. И ты такой... Ммм... Блин. Где же мой аквамариновый? Я его могу узнать, как бы, но... Как будто он не здесь. Это он? Нет. Надо бы сделать сортировку от нового к старому. Если честно. Сменить категорию обычно. Сменить. Чёрт возьми. Я забыл, какой Dark Souls. На самом деле, сложный. А... Чёрт, я его только увидел. Вот он, аквамариновый кинжал. Информацию. Кинжал украшен аквамариновыми кристаллами. На нём выгравлена молитва на древнем языке, защищающая от опасности. Возможно, это прощальный подарок кому-то, кто отправился в дальние странства. Двина в кристальной резвии. Вы услышите магию, заключённую в аквамарине. Она уплотится в крупном кристаллическом клинке, длинном словно меч. Хм, а какие у него характеристики? Он вообще мощный? Ну, такое, знаете, неплохое, неплохое. Но я предпочту свой прокачанный топор. Мне он милее. И что, я теперь в тупике? У меня есть чувство, что меня загнали в тупик. Просто издеваются. Ух ты, какое красивое затмение. Оно как будто исходит оттуда. Наверное, нам в итоге придётся туда попасть. Замок. Хм. Если бы мы попали в такой замок, друзья, что бы вы делали дальше? Я бы... Я просто сел вот сюда и сидел, посмотрел на солнце. Я бы, наверное, так даже и сделал. Просто... Просто сел. Вот в реальной жизни я бы поступил так. Просочился бы через текстуру. И смотрел на потрясающее солнце. Люблю такие пейзажи. Вообще люблю средневековые замки. То есть многие мои одноклассники в детстве увлекались всякими древними римами там. Грецией древней. А я был такой, нет, я люблю средневековые. Потных, вонючих рыцарей с нечищенными зубами. Эм... Проститутки на улицах. Красота. Красота. Потрясающе. Черт возьми. Фу, он хлюпает. Что это? Как я уже говорил, это мертвый змей Горыныч. Он совсем мертвый, он уже не воскреснет. Точно. Зачем я наступил на этот хайп. Твою мать, он меня затягивает. Свободу. На, отстань. Отвянь от меня. Душа ветеран, уберите этот экран, пожалуйста, меня. Черт, на меня напал. На меня напал Кастер. Уберите. Он исчез? По-моему, он умер. О, нет. Их становится больше. Их еще больше. Пожалуйста, уберите всех. Я предупреждал, что иногда я могу издавать громкие звуки. Я вас предупредил. То есть, я видел этих людей, которые играют в Dark Souls абсолютно без эмоций. Но я не понимаю этого. То есть, я отдаюсь игре. И я абсолютно не понимаю, как можно играть в игре без эмоций. Я вижу этих хладнокровных мужичков бородатых, которые сидят. Божь, твою мать. Я тут посижу. Я думал, ангелы не рычат, а поют. Решайтесь. Опять пробить. Твою-то мать. Может, я не хочу. Которые сидят такие, да, сейчас мы пойдем вперед. Это не по мне. Я отдаюсь, сынок, смерть. А, все, я пошел. Сидим здесь. Арбалет я забыл. Дома. На кухне. Поэтому отстрелить, тварь, мы не сможем. Урно-молния. Не удалось получить. А, у меня и так полно. Ну и нафиг. Убери. Не нужно. О, там двое ребят стоят. Что-то у меня хилок нет. Потому что я их потратил на жирную. Мужики! Где ближайший ларек? О! Черт, тебя. Че он делает? Че он пытается сделать? А, он бафнул своего друга. Дружок, давай пойдем отсюда нахрен. Черт, тебя заново. Мне прицелиться без эстаса. То есть, что может быть веселее, чем драться с рыцарем без эстаса? Я красивый, я красивый. Красивых не бьют. Ах ты! Немножко опоздал. Ах, нет, нет! Сейчас или никогда. Ах, черт, тебя еще их тут засасывает. Ах, твою мать. Сжечь огонь. Да. Костер зажжен. Мы находимся в... Груда отбросов. Потрясающее название для абсолютно любого места во вселенной. То есть, если ты попадаешь в груда отбросов, ты знаешь, куда попал. Давайте посмотрим на это падение в замедленной съемке. А-а-а, я падаю. Фу. Так, теперь можно сразу отсюда уйти. Лови здесь яичку. Пока, я ушел. Пока, пока, ребята. Бай-бай. Все, мы ушли. Я буду тут сидеть. Отлично. Давайте теперь вломим этим рыцарям, которые попытались померяться со мной пи-сунами. Хрен из-2. Хрен из-2, они лучше меня. Подойдем в бэкстаб. Нет, бэкстаб не получится. А я хотел. Серьезно, я хотел бэкстабнуть. Парень, парень, парень. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Ух ты чё, тут у тебя это пика. Пика-пика. Думаешь, ты думаешь мне нравится это? Мне нравится это не больше, чем тебе, парень. Ах ты, сука. Это мои эмоции ко мне лупить, чёртов рыцарь. И да, кстати, рекомендуемый уровень для начала дополнения сотый. У нас 800, мы в 8 раз лучше, чем должны быть для этого дела. Дайте сменим местами, чё-то все место мне нравится. Ох, это всё потное. Так, а если я добегу сюда, и возьму то, что тут душа воите. Скорее всего, очень жирная. Здесь никого нет. Давайте её посмотрим вообще. Чуть-то лишь бы он не зашёл, потому что мне... Чё, использовать чё, кстати, много она даёт больше. Сколько там тысяч? 5 тысяч, окей, нормально. Здорово, парень. Я очень уверен, что я не пробил ему щит. Так, повезло. Это сейчас было чистое везение. С этим из-за санкций, в принципе, чё он делает? Он себя хилит, что ли? Я не понял. Чё это за призыв знамени? Не понял, что он пытался сделать, но у него это не получилось. Всё. С ними было не обязательно драться, но мне хотелось. Я просто из принципа хотел победить. Меч рыцаря лотрика. А, это рыцаря лотрика? Это уже интересно. Это из первой части, чуваки. Рыцаря лотрика, это те ещё... На самом деле, они не такие уж плохие. Многие угорают по лотрику. И, чёрт возьми, его священный меч. Крайне хорош, если честно. Может быть, даже получше моего топорика будет. Нет, пожалуйста, ладно, спидсвоём. Спасибо, мне очень нравится мой меч и щит. Щит и меч. На канале Пятница такое шоу есть. Щит и меч. Ух ты, ух ты. Ангел. Ангел, ангелок. Чёрт что сделал? Я думал, там опять нужно куда-то прыгать. То есть, откуда я знал? Смотрите, что я тут заметил. Я думаю, что нам придётся лезть по крыше рано или поздно. Или на здание. Вопрос в том... Вопрос в том, что нам делать дальше. Я не очень понял, куда дальше бежать. То есть, вот есть ангел. Может, надо спугнуть. Так, чёрт! Прочь! Прочь! Прочь, 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 прочь. Нажатие правого бампера успокоило эту гниду. Я выпью немножко. Окей, я спокоен. Хорошо, что же делать дальше? Может быть, надо пройти, ка ангел не смотрит? Может, одна бросится на неё? Как думать? Ха, у меня же... Да, я же могу её атаковать. По идее. Ну, типа, вот так. Малость мазанул. Я думал, они, кстати, бьют сильнее. Ладно, попробуем себя в этом. Я сейчас пытаюсь вообще понять, куда ты хочешь, чтобы я пошёл. Не ангелиться надо, конечно. Чёрт, тебя нет! Они сильно бьют. Просто я не очень понимаю, куда мне идти. Вот есть башня, но я же не могу прыгать с башни. Ей на голову, правда ли? Наверное, нет. Ха-ха, вы смотрите на этого засранца. Ну-ка. Постой. Стрелы? А, стрел нету. А какого чёрта? Я оставил стрелы. Нет, не туда. Снаряжение. Я поставил стрелы, вот. В чём проблема? Почему я не могу их использовать? В чём проблема? Стрелы нужно сюда. Их нужно в левую руку вставлять. Я думаю, что стрелы это как отдельная вещь. Нет? Да? То есть, вот стрела, давай, пользуйся. Чё ты ей не хочешь пользоваться? Может быть, ты так хочешь и мне пользоваться? Может быть, вот так? Почему ты не хочешь пользоваться стрелами? Вот чё мой вопрос. Может быть, ты хочешь стрелы в этот слот? То есть, я не знаю. А, это болты. Может быть, их реально надо ставить сюда? Ну, а так. Это удар. Обычный. А я хочу выстрелить. Почему ты не берёшь стрелы? Окей, я готов. У меня вот этот арбалет вообще классный. Я тебе вам покажу. Эвелин плюс 10. Все эти имена начинаются на букву Э. Я думаю, это символично. Ну, ангелок, лови громовые стрелы. Что-то, по-моему, вообще не помогло. По-моему, я получу больше урона, сражаясь с ангелком. Давай, заряжай его. По-моему, ангелу всё равно на то, что я его расстрелил. Абсолютно. Хотя нет, разрывные болты ему не нравятся. Попробуем сейчас добавить. Ну, прицессе-то по нему. Жоку нельзя заранее зарядить ту штуку. Давайте его дальше будем убить. Ах ты! Нет, ждём. Жоку нельзя доводиться через стену. Это так грустно. Меня всё это раздражало, что я не могу нацеливаться на противника через стену. Через стену я теряю его. И изведу. То есть, это так глупо. Временами. Понимаете, а когда заряжу это, чёрт, заранее, ведь можно всё это было бы делать. По-моему, я сейчас его зарядил заранее. А, ну да, нужно просто держать левую кнопку мыши, и он зарядится. Ну, такой потный бой, знаете. То есть, вот эти... Так вот. Зарядил. Нацелился. Спустил. За стену. И вот так несколько раз. Не уверен, что я делаю что-то правильно, но я хочу осмотреть местность, пока я его не зарядил сейчас. Тоже... Да, разрывные болты я беру хорошо. Хотелось бы дракончика завалить с такими болтарами. Опять не зарядил заранее, но ладно. Постой, у меня кончились патроны. Тот момент, когда патроны... Болты, извиняюсь. Болты кончились. Так давно не играл. Давайте расщепляющие возьмем. Мне кажется, ей тоже они должны понравиться. То есть, слово расщеплять, я думаю, мало кому вообще понравилось. Особенно, когда говорят о тебе. Походу, они вообще не сработали. Даже не попали. Давайте посмотрим, какие еще есть. Тяжелые. Отлично, 64 урона. Уверен, что вот эти засранцы ее возьмут. Тут, наверное, когда ты пробуешь разные. Чтобы понять, что подойдет. По-моему, они вообще по ней не попадают. Я не понимаю, что не так с прицеливанием. Моего персонажа. Почему я не могу, как следует, просто вмазать чеху-то? Она меня хорошо вмазает. Ей урона вообще. Исчезла. Она вернулась? Чего нафига стала еще злее? То есть, ее нельзя убить? Она бессмертна. То ли у нее крылья стали больше. Ну, то есть, драться с ней бесплатно, а что мне тогда делать? То есть... Может, я должен забраться сюда? Нет, сюда я не заберусь. Хм... Что же мне это делать? А-а-а! У меня опять один эскус, правда. Потому что я долго возился. Но... Что мы узнали? Ангела убивать бесполезно. Я нашел новый дворик. Он находился за рыцарями. Но можно было догадаться, что тупика не будет. Правда, мать? И так классно подсвечено, если подумать. Такое классное освещение. Такое детальное. Интересно, кто тут погребет? То есть, по сути, по-моему, идея тут в том, что это мир первой части. Это то, где мы сейчас находимся. И он все закольцовано. Потому что третья часть, это как... Это пролог. То есть, это то, что было до событий первой части. Первая часть, это уже то, что было позже. Потому что в первой части есть легенда о негорящих. И уже... Потом появился тот мир, который был в первой части. По-моему, я увидел атаку, кстати. Еще раз. Опять этот огромный дух. Жавая монета. Давайте осмотримся. Просто у нас очень непривычно возвращаться в мир Touch of Souls после долгого отсутствия. То есть, как-то вот с нахрапа, как я сейчас хотел, зайти очень трудно. То есть, ты вот такой заходишь, ты вообще не понимаешь, где ты находишься, что ты делаешь. Но прикольно. То есть, мне нравится само ощущение. Отчасти это хорошо, ощущение неведомо. Неизведомо. То есть, ты зашел, ты такой, ммм, да, это новый мир. Я жалею, что проходил Dark Souls, когда он только-только вышел в прямом эпире. Потому что это игра, в которую нужно играть, сидя одному. Сосреотачиваясь, максимально погружаясь. Потому что она, во-первых, атмосферная. Постой, они бесконечно появляются? У меня такое ощущение, что здесь все противники какие-то просто бесконечные имбовые персонажи. Потому что они появляются бесконечно. Вы когда-нибудь кончитесь? Ну, емать. Вот, я знаю сложных противников в Dark Souls. Я их видел, но бесконечные противники. Просто, я не знаю, давайте уйдем из этой комнаты. Потому что, мне кажется, чем больше я дерусь, тем больше противников становится. Сумрачный, что-то там. Я прочесть не успел, потому что у меня грудь динозавра. Прочь. Фу. Фу, прочь, уйдите. Это у меня вообще нет тестуса. Это еще одна главная проблема. О, черт! Да, предыдущее дополнение было просто... Давайте используем... Так, чтобы это я не должен, а нельзя. Лечусь, хотя бы, может, я что-то подлечиться смогу. Время-нусс... А, здоровье можно? Ускать составление выносливости. А здоровица! Давайте УЗ. Я знаю, у нас она одна. Пускай. Ничего страшного. Прицаря. Идите можно? Да, их можно разрубать. Конечно, я бронька люблю в этой игре. Разносить. В этом есть определенный кайф. Давайте пойдем. Мне не очень хочется спешить. Я хочу насладиться. Как-то можно попасть туда, как-то поверху. А, по-русски, как попасть наверх? Чтобы забрать то, что находится там. Что же мы-то не узнаем. Может быть, позже. Капремонт здесь давно не проводился. Что это? А, это не призрачные враги. О, здорово! Пожалуй, тут постою. Пошел, пошел, пошел! Быстро! Готов. Решайтесь. Я думаю, значит, прыгните вниз. Не бойся. Ну, хотя, чего тут решаться? Не высоко. Как я понимаю, идея в том, что здесь куча... Твою мать, откуда? Куча снега. Еще интересного нет? Какое-то дерево, которое тянулось вверх, но не дотянулось. Вот эта шлюха там летает. Ангелы-шлюха. И опять эти твари. Не успел уклониться, но не страшно. Пока не страшно. Хотя, по сути, здесь всегда страшно. Если у тебя нету 15 ястусов в запасе... Ох ты, черт. Еще одна хламина теперь с мечом побольше. Действительно, это похоже на то, что... Как будто здесь все умерло и осталось самое гнилое, самая грязь. Это паломники? Ребят, вы не спасете? Решайтесь, вы не погибнете. Окей! Надеюсь, вы мне не врете. Я жив! Учитывая мое обилие эстуса, лучше не драться с большими тварями. Да и с маленькими тоже. Лучше вообще не с кем не драться. Лучше домой пойти и покушать. Прикольно. Полуразрушенная мельница, башни, которые упали. Но этот мир, он перевернут, но гравитация все равно здесь действует. Поэтому здесь все так и разъясено. То есть, это не начало третьего Дарсоуза. Все более-менее выглядит нормально. Даже, может быть, немножко обжито, я бы сказал. В принципе, вот он, чекпоинт. Костер. Сможем эстуса подновить. И разжечь костерок. Костер зажжен. Вот он. И давайте отдохнем у него. Восстановимся. И пойдем дальше на пути к смерти, как я понимаю. Всем огромное спасибо за просмотр. Здесь мы и закончим. Это был первый шаг Дарсоуза. Я уверен, что многие были такие, блин, что он делает? Он вообще не умеет играть в Дарсоуз. Я только сел, и это первое впечатление, что, черт, мне очень нравится, но тяжело как-то войти в Дарсоуз обратно. Потому что порог входа, особенно у этих DLC, очень высокий. То есть, они рассчитаны на то, что ты последние месяцы играл в Дарсоуз. А не то, что ты не играл где-то, этак, сентября, и тут ты такой, ммм, давайте я поиграю. На это дополнение не рассчитано. Ведь в сентябре выходило? Да, в сентябре выходило дополнение. Но пока что могу сказать, оно достойное. То есть, в это определенно стоит играть. Определенно, оно очень хорошее. Оно очень классное. Мне очень нравится, что я вижу. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся вновь. И до следующей серии. Всем пока.